Это внутренняя энергия, внутренняя сила, поэтому я сейчас, если вы слышите, у меня такая играет релаксирующая музыка, такая спокойная, я зажгла свечи, у меня такой полный-полный релакс, и я пытаюсь реально восстановиться и войти вообще в нужное состояние гармонии, поэтому это очень-очень важно. Добрый вечер, передаю привет Азу с Малгабека. Также сегодня я отправила посылку, я отправилась на 6 подарков, 6 посылок девочкам, я так устала на почте, потому что такие злые женщины там работают, боже мой, я из того, что там что-то неправильно заполнила, эту почерк у меня не такую, то еще что-то, я, конечно, стрессунула конкретно, перенервничала. Для меня, знаете, вот эти все вопросы, какие-то технического характера, они всегда невероятно сложно даются, реально сложно. Также я хотела сказать, мои дорогие девочки, что я буду для вас готовить интересные прямые эфиры, я буду готовить для вас определенные темы, я буду рассказывать вам не просто о своей жизни, отвечать на вопросы, а делиться с вами полезной информацией. Я очень хочу быть для вас полезной. Привет. Когда будет сезон голоса? По-моему, уже кастинги прошли, обычно кастинги летом. Hello from America. Привет, Америка. Привет, Туркмения. Очень вижу много вопросов насчет Саши. Скажу честно, что мне сейчас бы не хотелось отвечать на эти вопросы, потому что для меня эта тема на сегодняшний день не простая, и мне не хочется об этом рассказывать. Вы все сами увидите, все сами узнаете, и все сами поймете, как ты так стрелки рисуешь. Нарисовала их сегодня под водкой. Захотелось, знаете, что-то себе стрелочки сегодня нарисовать. И вот, меня подружка пригласила на вечеринку, я так болела, сидела дома, я думаю, нет, все, хватит, хватит мне сидеть дома, хватит мне болеть. Болела голова, слабость, я выпила вообще много таблеток, и пойду все равно тусить. Потому что, что я молодая, красивая, и сижу дома. Спасибо большое, ты самая милая, нежная девушка. Рад тебе видеть, музыка классная. Спасибо большое, да, губы свои. Маш, ты про меня сегодня не забудешь, спасибо, что вы напомнили. Да, я отправлю вам видео. Потому что у меня директ просто разрывается, столько сообщений. Я просто не успеваю всем ответить. Мне иногда кто-то звонит, когда пишет, мне даже лень отвечать. Я сейчас, типа, прохожу марафон Елены Блиновской, но на самом деле я даже не успеваю и даже не справляюсь делать эти задания и даже просто ее слушать. Цвет помады красивый, благодарю. Да, мне совсем очень нравится мой макияж, хотя он очень такой быстрый у меня был. Такой быстрый, но очень красивый. Возвращайся на проект, ты достойна лучшего, а там и перспективы. Не знаю, о каких перспективах вы говорите на Дом-2. Наверное, я с кем-то подраться из девочек. Я просто сейчас смотрю, что там происходит. И считаю, что я ушла вовремя, в нужное время. Ушла правильно, ушла без всякой грязи. Я очень рада, что в моей жизни именно был такой уход. И что моя история на проекте или проект Дом-2 так закончилась. Потому что мне... Видите, я человек релакса, я человек медитации. Я же вся такая полетная, женственная, легкая. Ну что, я и Дом-2 не совсем, знаете, такие разные на самом деле вещи. Мне очень нравится сегодняшний макияж мой. Короче, сама любуюсь. Потом, если хотите, покажу вам. Я, кстати, хотела краситься в прямом эфире, потом думаю, нет, будут краситься долго. Стрелки рисовать. Еще не очень ровно, думаю, нарисую. Нет, быстро, короче, накрашусь. Вот этот макияж у меня занял 10 минут. Такой крутой и красивый. Вот. Машуль, ну ответь хотя бы, с Сашей вы хоть общаетесь? Мы просто общаемся, да. Мы на связи с ним, у нас с ним хорошие отношения, человеческие хорошие отношения. Но про наши взаимоотношения мне не очень хочется говорить и рассказывать. Привет из Беликобритании. Скажи, пожалуйста, привет Марьян. Привет, Марьян. Говорю, помадку? Да, покажу вам. Хотя, что у меня здесь за помада? Вообще, это карандаш. Как для губ. Я, получается, нанесла тональный крем. А сейчас я вам, кстати, покажу. Сейчас я вам все покажу. В общем, я нанесла тональный крем. После этого я накрасила губу вот таким карандашом. Я покупала его в золотом яблоке. 29 цвет, в общем. Видно, нет? Потом нанесла вот такой бальзам для губ. Он офигенно, очень круто, очень круто. Такой мягкой, нежной девушке не место в этом гадюшнике на дом 2. Все девушки завидовали просто твоей красоте и естественности. Благодарю вас за приятные слова. Да, поэтому для меня вот эти драки. Я просто посмотрела, как Захарова побила Катю Горину. Но для меня это вообще была упатовая ситуация. Я понимаю, что, да, может быть, там Катя что-то не так сказала, но мы все можем разговаривать. Тем более, дом 2 это шоу разговорного жанра. Следовательно, там нужно говорить, разговаривать. И я увидела вот эту драку, очень жесткую, жестокую драку. Реально жестокую, вроде бы, девочки. Но вы посмотрите, сколько агрессии там. И я считаю, что та ситуация, которая, да, ситуация, связанная с Артуром, что там Катя что-то сказала, кто-то там за спиной. Но эти ситуации не стоят того, чтобы с такой агрессией, с такой агрессией драться. Ну вот, для меня вообще всегда, я была против драк. И, насколько вы знаете, у меня не было ни единой драки. Не считаю, когда я била Гобозова. Но, опять же, я била его без агрессии. Это были просто какие-то женские такие. Ну, разве, девочки, вы, разве не так не деретесь на эмоциях? По-женски так. А чтобы я дралась, я все время была против драк. И для меня это было вето. И я помню, когда при мне, я была на цель-проекте, Полина с Катей подралась, для меня тогда уже был шок. На доме говорили недавно, что ты нашла богатого папика себе. И что так живешь все время. Ища богатых людей, обзывали содержа... На доме говорили... Кто говорил на доме? Вы можете мне сказать, кто говорил? Мне пофигу, кто что говорит. Содержанка, содержанка. Понимаете, значение содержанки, как сказать... Значение содержанки очень разное. Для меня содержанка не только та... Вот я недавно узнала, что содержанка считает ту женщину, которая встречается с богатыми, женатыми мужчинами на взаимовыгодных условиях. Я считаю, что содержанка даже та женщина, которая за мужем, за своим мужчиной, и он ее любит, и он ее содержит, она не работает. Я считаю, что эта женщина тоже содержанка. Это правда, что на доме 2 про вас говорят, что вы содержанка? А кто говорит? Мне интересно, почему Саша отписался, да, в ревнует? Я думаю, что этот вопрос нужно задать Александру Гобозову. Саша еще похлеще бил Алиану. Для меня это патовые ситуации. Мы разговаривали с Сашей об этом. Он сказал, что он жалеет, и ему очень стыдно. Но Гобозов объективно изменился. Он стал очень сдержанным. Он перестал быть агрессивным. Он стал спокойным, нежным. Вообще, Сашка потрясающий человек. Он всегда говорит, что я о нем говорю только плохие вещи. Но вот сейчас я хочу вам сказать про него, что Гобозов невероятно классный. Он очень добрый. У него очень красивая душа. Он щедрый. Он веселый. Он невероятно талантливый. Он очень талантливый человек. Он очень круто поет. Да, он поет непрофессионально. Да, он где-то детонирует. Где-то он занижает. Плюс я понимаю, что это из-за проблем с носом. Но у него поет душа. Это самое главное. Не у каждого вокалиста крутого, который технически исполняет песни, есть вот эта харизма. Есть вот эта душа. Как он отдается музыке. Как он отдается всему, что он делает. Он реально очень классный. Он молодец. Я им горжусь, что он работает. Что он достигает чего-то. И очень крутая у Саши черта, знаете, какая? Что он обещает и делает. Молодец. Прямо молодец. Я горжусь им в этом смысле. Но есть и негативные у него, конечно, стороны. Сашка у нас человек-песня. Поэтому он туда поедал, там запел, там затанцевал, там зафестивалил. И он такой весь в полете. Но при этом все, он очень потрясающий человек. Потрясающий мужчина. Так что губозов. Знаю, что я... Он все равно говорит, и всем губозов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Так вот, губозов. Говорю о тебе хорошие вещи. Несмотря ни на что. Носик изменился после укола? Ну вот, посмотрите. Изменился? Нет? Я просто не знаю. Ровный? Я не понимаю. Ровный носик или нет? Или как был с Горбинкой, так и остался. Хочу на концерт классической музыки. На моем городе пока нет. Классный эфир с музыкой на футболе. Да, потому что музыка еще, слышите, какая она... Она релаксирующая, она такая медитирующая. Она такая... Я прям чувствую, знаете, вот, ну... Я сейчас опять буду заниматься медитациями. Буду делиться с вами этой информацией. До проекта я медитировала утром и вечером. Поэтому я была всегда без агрессии. Я была всегда наполнена женской энергией. И ко мне всегда я прям такая вся располагала к себе. Такая я легкая была. На проекте, конечно, не было времени. И вообще было не до медитации. Привет. Гавозов не изменился, он просто делает вид. Все может быть. Мария, как вы... Мальчик 28 лет добился невероятных высот в Москве, в творчестве, в карьере. Вообще он крут, реально крут. Всего добился своим трудолюбием, своим желанием, своим характером, своим стержнем. Вообще очень крутой, молодец. Я за него очень рада. Я хочу, чтобы он дальше-дальше развивался. И он действительно этого достоин. Поэтому Дава классный. Очень классный. Изменился носик, но колоть опасно. Я знаю. Я сама, знаете, колола. Потом столько переживала вообще. Может, было лучше бы не колоть. Сколько стресса я испытала. Рада видеть тебя, здоровая. Благодарю. Мои музы, мои девочки. На проект не хочешь? Хочу, но не на Дом-2. Вообще очень хочу на какой-то телепроект. Прям мечтаю. Но не на Дом-2. Не хочу. Мне не нравится. Вот это провокации, драки. Я опять же говорила. Мне это неинтересно. Ну, реально неинтересно, когда дерутся, когда провоцируют. Ну, для меня это шок. Отношения строить. Как бы тоже такой вопрос. Поэтому, не знаю. Не моё. Я вообще, когда шла, не хотела строить отношения. Просто встретился Гобозов, который просто пер как танк на меня. И вообще я не смогла отказать ему, потому что он покорил меня, конечно. И вообще я хочу сказать, что Сашка очень... Он был для меня на Дом-2. Я думаю, что он не был послан Богом. Реально был послан Богом. Мария, пройдитесь по участникам Дома-2. Как вам Артём Мартинчик? Никак. От слова совсем вообще. Я его, кстати, недавно видела. Видела возле Moscow City. Это была чисто случайная встреча. Он был на свидании с какой-то девочкой. Увидел меня. Такой, ой, Маш, привет. Представляет меня такой девушке. Представляет его девушке. Мне говорит, это Маша моя бывшая. Мы встречались на Дом-2. Я бы, если честно, кого-то встретил, не сказала, что Артём мой бывший. Вот честно. Не потому, что он какой-то плохой или ещё что-то. А потому, что... Я не считаю, что у нас были какие-то отношения. Один день, ну что это за отношения? У нас не было. Если с Гобозовым, да, отношения. А с Артёмчиком, так, симпатия была. Да, точно не Дом-2. Конечно, я согласна. Иди на холостяк. Вот холостяк крутое шоу. Ребят, скажите, вы меня видите, слышите ли? У меня завис эфир. Я просто не понимаю. Что происходит? Зависла. Сейчас меня видно, слышно или выйти и выключиться. Наверное, я зависла, потому что люди уходят за мир. А сейчас я войду ещё раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова